Добро пожаловать на обзор бета-версии Tracos of Hero 3. Это очень сырая версия игры, её даже нет в плеймаркете. Скачать её можно по прямой ссылке в комментах через гугл диск. Сразу говорю, тут много багов, но не больше, чем в GTA Remake. Далее тут нету трафика и фиговой оптимизации. Но блин, даже так, эта игра урыла немалую часть уже доведённых до ума симуляторов на Android и iOS. Каким образом? А сейчас увидите. Что ж, ну и начнём, так скажем, с геймплея и возможностей этой игры. В нижнем левом углу мы видим руль. Уже тут начинаются очень интересные вещи. Сейчас я на пару секунд заткнусь и дам вам послушать, как звучит поворот колеса. Здесь даже сделан звук, как шина трётся об асфальт при повороте. И блин, это безумно круто. И это, кстати, не всё. Когда вы едете по почве, там, соответственно, звуки. При этом машина пачкается. Как вы видите, у меня уже зачучканный ман с прицепом. И грязь здесь тоже сделана на 5 с плюсом. Да и, в принципе, текстуры в игре просто обалденные. Вы посмотрите, как всё реалистично выглядит. И это далеко не самая высокая графика. Это один из самых низких и убогих вариантов графики. Про неё мы поговорим чуть позже. Ну а кроме руля, у нас ещё есть рядышком кнопки поворотника. Ну и, соответственно, гудок есть. Причём он не убогий, а довольно крутой. Дальше переходим в нижнюю часть. Во-первых, здесь предусмотрен сон. То есть наш водитель может уставать и наш грузовик может повреждаться. Теперь о фарах. Здесь есть ближний и дальний свет. Теперь о ручнике. Он тоже есть. Всё это дело сопровождается звуком. Но это я уже отдельно включать не буду. Там вы уже сами послушаете. Здесь практически каждое действие сопровождается звуком. Есть дворники. Три режима дворников. Касаемо камер. Их здесь довольно много. Но при желании мы можем большинство из них отключить. И останется у нас камера от первого лица и третьего лица. То есть это очень хорошо. Я как раз таки так и сделаю. Мне двух камер вполне достаточно. Педали здесь тоже необычные. Постепенный тормоз и постепенный газ. А над педалью газа здесь находится круиз-контроль. В верхнем правом углу вот эти красные цифры. Это количество FPS. Ну то есть всё это время у меня было где-то около 40 FPS. Ну а это очень волшебная кнопка. Так как при нажатии её мы прям чуть ли не в режиме бога становимся. И можем с погодой и временем суток творить что захотим. Этот ползунок отвечает за день и ночь. То есть можем перематывать время суток. От дня до ночи. Вот вечер здесь выглядит примерно так. У кого фонарей. Посмотрите. Такая туманка. Лёгкая кстати о тумане. Его мы можем увеличить. Прям что вообще нулевая видимость была. Можно добавить ливень. Прям конкретно жёсткий. На дорогу посмотрите. Здесь даже следы от капель есть. От первого лица выглядит это дело примерно так. Если мы включим дворники от них тоже будут следы. Если вы думали что это конец. Нет это только половина ещё. Хорошо. Нажимаем на три точки. Здесь мы можем завести двигатель. Аварийка соответственно у нас есть. Так скажем напоследок. Можно в салоне включить свет. Но это особенно заметно ночью. Графика. Давайте мы зайдём в настройки. И поставим просто максимальную графику. Которая только возможно. Так ставим ультра. А также отключаю лимит FPS. Но это нисколько не поможет. Вот на максималках игра выглядит примерно так. Да у меня сейчас 4-6 FPS. Больше не получится. Перейдём к дилеру грузовиков. Вот. Мун точнее. Здесь луна. Но все мы понимаем что это ман. Сойдём в кастомизацию. Да. Тюнинг здесь тоже есть. Можем поставить колёсную формулу 6 на 2. Кабина пока недоступна. Мы с ней ничего не можем сделать. Двигатель можно улучшать. Коробку передач можно улучшать. И кроме этого в будущем мы можем добавлять свои скины. Свои эксклюзивные скины. Это безумно круто. Как я обещал поговорим про салон. Он здесь сделан тоже на 5 с плюсом. Даже посмотрите навигатор. От него идёт проводок к приборной панели. Блин ну это шик. Это просто 5 с плюсом. Кстати как и в Евротреке. Здесь есть вот такая вот фишка. Где мы можем посмотреть назад. Так сейчас я снова ненадолго заткнусь. И вы послушайте как едет этот грузовик. Ну и просто ребят вы слышали эти звуки тормозов. Они просто божественные. Ни в каком другом симуляторе. Даже Евротреке я этих звуков даже близко не слышал. Наконец ты сделали такими какие они есть. Когда едешь на большую скорость и машину качают. Тут это тоже сделано. Просто чтобы вы понимали. Когда мы едем от третьего лица слышно вой колёс. Как мы несемся. Теперь лично авторское мнение. Так как это бета версия намного можно закрыть глаза. Так как в настройках есть ползунок интенсивности трафика. Я могу смело сказать что в игре трафик будет. Главное чтобы он не тупил. Касаемо багов конечно же. В будущем они будут увеличиваться. Они будут уменьшаться. Что-то будут фиксить. Но в будущем они сведутся к нулю. Это просто как закон. Касаемо оптимизации я к сожалению ничего сказать не могу. Она по сути должна быть. Но в будущем будет добавляться трафик. Возможно какая-то растительность. Там новые места. Города, дороги, трассы, грузовики. Всё это очень сильно сказывается на оптимизации. Тоже напоминает ссылка на скачивание симулятора в описании. Помимо этого ссылка на YouTube разработчика. Ссылка на Facebook разработчика. И ссылка на Discord разработчика. Тоже в описании. На этом всё. Всем большое спасибо за просмотры. Встретимся в следующем видео. Или на стриме.